Молодой Сивыч готов выйти в море и преодолеть большой путь. Трехлетний катер ходил от Корсакова до Хомска, но доставить груз и пройти автономный маршрут свыше 140 километров ему предстоит впервые. Маршрут от села Таранай до мыс Анастасия на полуострове Крыльон выбрали не случайно. В планах правительства Сахалинской области совместно с инвестором, совместно с МГУ и Сахалинтех строительство биостанции на полуострове Крыльон на мысе Анастасия. В настоящее время подготовлена дорожная карта по реализации этого проекта, рассчитанная до 2026 года. Дальность хода безэкипажного катера в управляемом оператором режиме до 10 километров. Зависит от высоты базовой станции и метеоусловий, а в автономном он ограничен только запасом топлива. Безэкипажный катер ранее служил для гидрографических исследований, но у Сивыча есть еще одно применение. Он может перевозить груз любой, но по объему, который залезет внутрь, а грузоподъемность у него до 850 килограмм. Но тут дело даже не в этом аппарате, это просто демонстрация технологии и возможностей. То есть аппарат может быть больше, меньше, это, собственно, не важно. У нас еще три аппарата есть, один поменьше, один для внутренних водных путей. Главная задача сейчас – внедрение искусственного интеллекта. Он позволит плавсредствам распознавать объекты, корректировать маршрут, обходить природные препятствия и другие суда. За этим будущее, наверное, уже надо сказать настоящее. Это намного дешевле, безопаснее, экономически выгоднее. Отсутствие людей на борту позволяет использовать аппараты меньшего размера. Потом, значит, отсутствие людей на борту не требует обеспечения им каких-то бытовых условий, там, туалет, питание и тому подобное. Построить дорогу до мыса Анастасия сложно и проблематично. Поэтому единственный выход – водное сообщение, которое уже показало себя. Большим плюсом является швартовка к необорудованному берегу. Видим за этим большую перспективу и с точки доставки грузов. У нас очень много удаленных морских территорий между различными мысами. То есть это может быть и доставка каких-то продуктов, грузов вдоль нашего побережья или между островами. То есть технология показала свою работоспособность и устойчивость. Безэкипажный катер «Сивыч» станет одним из образцов успешного развития в сфере беспилотных аппаратов, который регион представит на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2024». Он стартует на Сахалине уже через несколько недель. Эльвира Хан, Дмитрий Протасов, телекомпания ОТВ.